В 2017 году при помощи телескопа Кеплер астрономы обнаружили первые намёки на открытие первой в истории экзолуны — луны, вращающейся вокруг планеты не из нашей Солнечной системы. Это потенциальное открытие впечатлило многих людей, а исследовательская группа запросила ресурсы телескопа имени Хаббла, чтобы увидеть, действительно ли там есть Луна. И вот данные получены и обработаны. Ну что, нашли они первую экзолуну? Ну, судя по всему, им понадобится дополнительное наблюдение для полной уверенности. Луны в нашей Солнечной системе очень разнообразны. На некоторых есть жидкая вода, некоторые потенциально пригодны для жизни, так что возможность наблюдения Луны в других звёздных системах открывает нам совершенно новые миры для изучения. Команда астрономов из Колумбийского университета обработала данные наблюдений Кеплера по 284 экзопланетам-транзитам. Транзит — это проход планеты между её звездой и нами. В это время планета блокирует часть света звезды, и со временем мы можем построить график — кривую яркости. Если по какую-то сторону планеты есть спутник, мы увидим ещё один — более маленький провал на кривой яркости. Выполнение измерений транзитов и перенос данных на кривую яркости — очень сложный процесс, поэтому учёным нужно наблюдать несколько таких транзитов, чтобы подтвердить период обращения планеты или экзолуны. Из 284 планет, исследованных командой, была обнаружена одна с небольшим колебанием её кривой яркости, которые могут быть вызваны спутником. Эта планета — Кеплер 162b. Она делает оборот вокруг звезды за 9,5 месяцев, поэтому наблюдать её нужно в течение многих лет. У команды были данные всего по трём транзитам этой планеты, так что они обратились к команде телескопа имени Хаббла с просьбой собрать больше данных по Кеплер 162b. Хаббл строит гораздо более точные кривые яркости, чем Кеплер, поэтому он сможет точно подтвердить существование экзолуны после того, как получит данные по нескольким транзитам. Пока что команда Хаббла наблюдала всего один транзит планеты. Телескоп измерил свет от звезды за период в 40 часов. Планета начала транзит на восьмом часу наблюдения, на час раньше, чем прогнозировалось. Это отличный признак того, что у неё может быть Луна, ведь спутники заставляют планеты колебаться на орбите. Как и ожидалось, проход Кеплера 162b перед звездой занял 19 часов. Примерно через три с половиной часа показалась вторая кривая яркости. Это ещё один аргумент в пользу экзолуны. Увы, наблюдения Хаббла прекратились до завершения транзита вероятной Луны, поэтому полного наблюдения у нас пока что нет. Эта кривая яркости может быть кривой экзолуны, но пока наблюдение не подтвердится, мы не можем утверждать на 100%. Если это действительно Луна, что мы о ней знаем? Планета Кеплер 162b, вероятно, в несколько раз тяжелее Юпитера. Так что её спутник может оказаться размером и массой с Нептун. Соотношение массы планеты и спутника примерно как у Земли с Луной, просто масштаб гораздо больше. Очевидно, что в нашей системе нет спутников Нептунов, и мы пока не знаем, как такие объекты могли появиться. Когда учёные только начинали открывать экзопланеты, многие из них были гораздо крупнее Юпитера, ведь такие планеты проще обнаружить. Что-то подобное может быть и с экзолунами. Поиск планет и спутников, отличающихся от тех, что мы видим в Солнечной системе, даст нам гораздо больше знаний о формировании звёздных и планетарных систем. В ближайшем будущем учёные надеются использовать космический телескоп Хаббла, чтобы подтвердить открытие этой экзолуны. И они будут использовать Хаббл для наблюдения за другими планетными системами, обнаруженные телескопами вроде Кеплера, и недавно запущенным транзитным поисковиком экзопланет по имени Тесс. Кстати, об этом телескопе у нас на канале есть видео, посмотрите его по ссылке в правом верхнем углу. Затем готовящийся к запуску космический телескоп Джеймса Уэбба сможет провести высокоточные измерения в инфракрасном диапазоне, что в сочетании с данными Хаббл позволит получить более подробные характеристики целой группы действительно интересных экзопланет и их спутников. Итак, если вам нравятся планеты, а я не представляю, кому они могут не нравиться, следите за обновлениями на нашем сайте, чтобы узнать больше о новых видах захватывающих чужих миров. Ссылка в описании. Кроме того, вы можете поддержать наш канал на Патреоне, подписаться на него, если ещё этого не сделали, и поделиться роликом с друзьями. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова